Музей СССР Итак, первый вопрос будет к вам, Павел. Как вы считаете, для чего нужен музей СССР? Музей СССР нужен народу. Дело в том, что сам феномен СССР – это не просто страна, это не просто государство. Это огромный пласт российской культуры, пласт социальной жизни, который стал нашей частью. Мы не можем сказать, что в 1991 году появилась новая страна, и мы стали другие. Нет, этого не может быть. Конечно же, не только те, кто родился в СССР, но и те, кто родился позже, все они являются в определенной степени частью того уникального социального, культурного, экономического явления, которым был СССР. И, безусловно, сейчас мы нуждаемся в месте, которое позволило бы осмыслить это явление, позволило бы представить его и в виде артефактов, экспонатов. Представить его в виде неких концепций, которые бы показывали то культурное, философское, экономическое явление, которое сделало нас такими, какими мы есть. То есть, мы не можем отказаться от своего прошлого. Но в то же время мы нуждаемся в том, чтобы прошлое не являлось мифом. Мифы бывают хорошие, бывают плохие. И сейчас для очень многих история СССР стала мифом. Для кого-то это миф террора, миф тоталитаризма. Для кого-то это миф, наоборот, золотого века, счастливой жизни. И, на мой взгляд, музей СССР это то, что должно дать нам возможность отказаться от мифов. Спокойно посмотреть на свое прошлое. Спокойно оценить это прошлое в нас и нас в этом прошлом. Для того, чтобы мы могли спокойно развиваться дальше, пользуясь тем наследием, которое, безусловно, было, которое было, скажем так, небесполезным. Алексей Викторович, вопрос к вам. Давайте поговорим о концепции данного музея. Существует ли она или она еще находится на стадии разработки? Давайте попробуем поговорить. Скажу честно, концепции нет. Она в разработке. Но здесь, понимаете, как в любом проекте, даже важен не готовый финал, а вот сам путь. Это отвечает какому-то историческому предназначению нашего времени, которое считается постсоветской или постпостсоветской. Мы должны это сделать, но мы еще должны дойти. И вот продолжая мысли, намеченные моим коллегой, могу сказать следующее, из личной истории. Я родился в СССР. Я даже прожил какой-то очень емкий период своей жизни при СССР. Но тогда я был увлечен наследием дореволюционной России. Меня увлекали усадьбы. Я ездил, изучал, все это описывал. И вот я приезжаю, и стоит усадьба. Дворянская усадьба, полуразрушенная. Я понимаю, что это какой-то космический корабль, это какая-то ушедшая цивилизация. Но я какое-то отношение точно имею к этой цивилизации. И вот сейчас, прожив свою жизнь уже постссоветской, я понимаю, что я вижу наследие Советского Союза, в том числе этот грандиозный Ленинский мемориал. И для меня это такой же космический корабль, покинутый пришельцами. Но я сам был когда-то в этом космическом корабле. И вот я восстановил свои личные отношения, и свои отношения, может быть, как историка с дореволюционным периодом. Я очень много работал на возвращение наследия русской миграции, книг, художественных произведений и так далее. А сейчас моя задача вернуть СССР. Но уже в таком вот, ну что ли, целостном, во-первых, не идеологическом плане, а именно как часть отечественной истории и часть отечественной культуры. Вот, может быть, в этом для меня какие-то начатки, разработки собственной концепции. И это очень важно. Собственно, когда мы встречались в Ульяновске с нашими коллегами, потом в Нижнем Новгороде и обсуждали вот эту проблему, мы сформулировали тему в поисках советской цивилизации. И вот именно цивилизационный формат, не побоюсь такого слова, мне кажется, наиболее удачный. Понятно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а почему именно Ульяновск выбран площадкой для размещения такого музея? А вот не скажу опять, но точно. Вот какая-то антология, историческая антология есть, да? Вот столько всего удивительного происходило в Симбирске, потом в Ульяновске, что вы просто не отвертитесь. И это не проклятие, это ваш шанс, да? Это может быть даже какая-то стратегия, она продолжается. И мы видим новые плоды. И вот у нас следующий этап, да, ну здесь вот в культурной работе, это Карамзимский год. Это, в общем-то, о том же. Это точно тема Симбирска, Ульяновска. А то, что у вас есть это фантастическое, да, строение, ну для меня это просто египтская история, это пирамида. Ну это подарок. Надо просто с умом вот распорядиться этими великолепными ресурсами, которые здесь заложены. Павел, к вам вопрос. Как вы думаете, сможет ли музей СССР стать такой туристической точкой, туристическим привлечением для людей, которые путешествуют по миру? И для кого он будет более интересен? Для россиян, которые прожили в Советском Союзе, для стран СНГ, для жителей стран СНГ? Или все-таки сюда поедут какие-то жители иностранных государств, кому захочется окунуться в историю Советского Союза? Вы знаете, вот хороший музей, он хорош тем, что туда едут все. То есть музей в правильном понимании этого слова, он не должен быть моноточкой. То есть это не может быть мекка для иностранных туристов или быть рассчитан, предположим, на жителей определенных стран. Он не может быть ориентирован на определенную категорию населения. Там, предположим, молодежный музей, музей для пожилых. Вот как только музей становится моноточкой, на мой взгляд, он уже предвидит свой финал. Потому что как только исчезает эта категория населения или эта категория стран, все, музей уже становится никому не нужен. Во многом ведь именно так произошло со многими ленинскими мемориалами, пардон, то, что горки Ленинской в Подмосковье. И всем этим центрам пришлось в 1991 году срочно искать какую-то новую концепцию, то есть искать новые точки притяжения, потому что они базировались только на одном артефакте, который плодился в бесконечных образах. Поэтому для того, чтобы музей стал туристическим центром, во-первых, он должен быть как поле смысловой. То есть в нем должно быть заложено очень много концепций, для того, чтобы можно было и привлечь местных жителей. Потому что школьники, студенты, даже люди взрослого поколения, они все нуждаются в месте, куда можно сходить в выходной день. То есть это должны быть какие-то мероприятия, интересные экспозиции, опять же предназначенные для разных возрастных категорий, разных социальных категорий. Далее, туристы. Туристы есть разные. Есть туристы, что называется, выходного дня. Кто-то поехал на машине или на автобусе, им нужно посетить несколько точек. Во многом для того, чтобы поставить галочку. Я здесь побывал, купил сувенир, посмотрел что-то, я получил какое-то знание. Могу сказать, показав на свой холодильник, показав в фейсбуке или на холодильнике, показав в магнитике, что я был здесь, здесь, здесь. Есть люди, которые хотят получить более глубокие впечатления. Они приезжают на 2-3-4 дня. По своему опыту могу сказать, что даже если приезжаешь в небольшой город, все равно лучше, когда ты остановился в гостинице, провел там 2-3 дня, ты посетил музей, ты посетил какие-то мероприятия. Поэтому, конечно же, музей должен стать и точкой организации культурной жизни в целом. И, безусловно, конечно, привлечение иностранных туристов. Но, опять же, сейчас туризм развит во всех странах. И, в принципе, как мне кажется, у всех туристов в мире у них заказ вполне однозначный. Они, с одной стороны, хотят получить некую национальную специфику, не вдаваясь в подробности. Но, с другой стороны, они хотят почувствовать, потрогать что-то настоящее. Потому что шоу они могут получить и дома. Им нужно дать некое ощущение присутствия. И неважно, откуда этот турист приедет. То есть, понятно, что всегда будут некие центры притяжения, с которыми музей должен работать. Италия, Франция, Китай, все что угодно. Но, в целом, музей должен предоставлять возможность для всех соприкоснуться с настоящим. И в связи с этим, конечно же, должна быть продуманная программа для иностранцев, включая, элементарно, аудиогид на английском. Сейчас, в принципе, большая часть приезжающих людей они знают, худо-бедно знают английский. аннотации на английском. Вот по своему опыту, опять же скажу, вот когда ты приезжаешь в чужую страну, вот если нет табличек на английском, то есть, ты видишь там только на французском, на немецком, на каком-то еще, ты уже чувствуешь себя ущемленным, ты уже пытаешься понять, а для кого вы работаете? Вы работаете только на свою страну, тогда зачем вы, скажем так, ждете, что я к вам приду? Вы должны предоставить возможность ознакомиться с экспозицией. Поэтому, конечно же, музей должен работать по возможности на все, на все аудитории, но прежде всего, он, конечно, должен работать на себя. То есть, нельзя делать основную цель раскрыться. Основная цель музея это, во-первых, сохранить историю и красиво ее представить. Преподнести. Ну что ж, будем надеяться на скорую и успешную реализацию этого проекта музея СССР. Надеюсь. что с силами уже делаем. Уже делаем, да. Вот для этого мы здесь. Чтобы он появился как можно скорее. И он был привлекательным, интересным, захватывающим, потому что это великая история. Конечно. Героическая, трагическая, ну, очень интересная. И это главное. Да. Спасибо большое за интересную беседу. Это была телевизионная студия Международного культурного форума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова